Люберецкая делегация посетила Всемирный фестиваль молодёжи, который прошёл в Сочи. На площадке Сириуса волонтёрами, амбассадорами и участниками фестиваля стали представители 188 стран. Тему продолжит наш корреспондент. Обширная программа включала в себя дискуссии, тренировки, мастер-классы, а также концерты и ток-шоу вместе с известными артистами. Семь дней длился самый масштабный фестиваль молодёжи в мире. Среди участников студенты Александр Агафонов и Елизавета Астахова. Для меня поездка на Всемирный фестиваль молодёжи – это, конечно же, новое знакомство. Это море положительных эмоций и, наверное, бесконечный опыт. Как для меня в плане организаторской, общественной деятельности, так и опыт, который я получил в плане, опять же, знакомств, выстраивания каких-то коммуникаций и прочего-прочего-прочего. Каждый выбирал мероприятие по своим интересам. То есть у каждого был свой распорядок дня, свой режим. Ты не замечаешь, как проходит день, не замечаешь, как летит время. И поэтому мне сейчас кажется, что я много всего не успела. Именно хочется создать машину времени и вернуться назад. В фестивале приняли участие больше 20 тысяч человек. За навигацию участников отвечали около 5 тысяч волонтёров. От люберецкой молодёжи их ряды пополнила Ирина Кузнецова. Перед фестивалем у нас были обучения, нам показывали полностью территорию Сириуса, мы с ней знакомились, смотрели, что где, что подсказывается даже не во время смен. Я работала всё время вторую смену, и у нас, получается, всё время было загружено. Например, в один день у нас были фиджитал-игры, и вечером мог быть один концерт, мог быть два концерта. Например, прошло две недели после того, как мы приехали, но всё равно хочется каждый раз туда вернуться. За помощь в организации и проведении Всемирного фестиваля молодёжи глава округа Владимир Волков вручил волонтёрам благодарственные письма. Всего от городского округа на фестивале работали 20 человек.